В Казанском федеральном университете завершился прием документов. По данным на 27 июля на бюджетные места в Казанский университет подано 44 139 заявлений при плане приема 4980. А на контрактную форму обучения в этом году Казанский федеральный планирует принять около 10 тысяч абитуриентов. На контракт подано 21 587 заявлений. Это составляет примерно 2,4 человек на место. Зачисление на бюджет будет проходить в две волны. Первый приказ выйдет 3 августа. Вторая волна, оставшиеся 20%, то есть в первую волну мы зачисляем 80% и 20% оставляем на вторую волну. Это те, кто не определились, и они имеют возможность занести свои оригиналы до 6 августа. По количеству поданных заявлений все так же лидирует Институт управления экономики и финансов. Там самый высокий конкурс на поступление, 16,5 человек на место. Внутри института есть отдельные направления, есть отдельные специальности, которые очень востребованы или менее востребованы. Например, если мы возьмем Институт международных отношений, он также в числе лидеров, у него около 15 человек на место конкурс на сегодняшний день. Но есть отдельные направления, лингвистика. Это очень востребованные конкурсы, там очень высокие проходные баллы. Или Институт фундаментальной медицины и биологии. Традиционно высокий конкурс на лечебное дело, на стоматологию. В этом году в Казанский федеральный университет поступают 62 абитуриента с баллами ЕГЭ в сумме выше 290. Отчетливо выражается тенденция в росте средних баллов. То есть высокобалльники в этом году все-таки их больше оказалось у нас, чем в прошлом году. В сравнении с 2016 годом заявление на контрактную форму обучения было подано намного больше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом примерно сопоставимые цифры по бюджету, а по контракту достаточно ощутимые превышения. То есть если сравнивать с прошлым годом, то я могу сказать, что в прошлом году 19 862 заявления было подано на эту же дату. А у нас на сегодняшний день 21 587. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.